МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. А снег не знал и падал. Рязань атаковал снежный циклон. Город встал. Эхо трагедии. После смертельной аварии в Скопинском районе 10 человек все еще в серьезном состоянии. Пять ледяных историй. В Рязани завершился фестиваль ледовых скульптур, но победители определят жители города. Затяжной снегопад буквально коллапсировал все движение транспорта в Рязани. С утра пробки достигали 8-9 баллов. И это на фоне того, что дирекция благоустройства на Рочинску города вышла еще ночью. Сейчас количество снегоуборочной техники превалило за 60 единиц. Снежный циклон для коммунальных служб Рязани явление нередкое. Поэтому к его появлению дирекция благоустройства города была готова. Опасение вызвало разве что его продолжительность. Впрочем, все городские коммунальные службы в режиме повышены готовности уже давно. Но уборку выдвинулись незамедлительно. Чистить улицы от снега ночью вышли более 20 комбинированных дорожных машин. Они подметают проезжую часть и обрабатывают ее противогололедной смесью. У нас сейчас идут усиленные смены. У нас работает порядка 20 единиц техники, которые делают и посыпку песко-соляной смесью реагентом. Идет подчистка, идет уборка. То есть идет цикличность постоянной обработки дорожного полотна. Соответственно, и уборка снега. Также запланирован в ночное время вывоз снега. Поэтому большая просьба не парковаться, потому что, чтобы облегчить работу нашим коммунальщикам, для того, чтобы мы быстро навели в городе порядок. На расчистку брошены все силы. Грейдеры, тракторы, бульдозеры. В общей сложности более 60 единиц спецтехники работали ночью. Коммунальщики вывезли порядка 2,5 тысяч кубометров снега. А на обработку дорог использовали более 40 кубометров песко-соляной смеси и 10 тонн реагентов. Работы продолжаются и днем. Особое внимание участкам, по которым проходит больше всего обращений от жителей города. Мы ведем постоянный мониторинг тоже таких обращений. У нас идут обращения через платформу обратной связи, идут обращения непосредственно на наш сайт, в диспетчерскую службу. Но, как правило, все проблемы возникают в дворовых территориях. Конечно, подрядная организация выходит чуть позже, чем дирекция благоустройства на какой-то период. Да, потому что есть определенные тоже нормативы. Согласно этим нормативам, после выпадения осадков, в течение 3-4 часов подрядная организация начинает убирать улицы. В ночное время уборка городских улиц будет продолжена. Поэтому коммунальщики обращаются к автолюбителям с просьбой не оставлять свои машины у обочины, а парковаться в специально отведенных местах, чтобы не мешать работе спецтехники. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Увы, не для всех Новый год стал праздником. Почти в самом его начале, 2 января, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Каспий произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. 5 человек погибли, 21 получил травмы. Все подробности далее. Официально картина происшествия выглядит так. 2 января 2022 года примерно в 5.45 на 277-м километре трассы Р-22 Каспий в Скопинском районе возле села Вослибова водитель рейсового автобуса «Москва-Астрахань» не справился с управлением и совершил столкновение с опорой железнодорожного моста. В момент аварии в салоне находилось 49 пассажиров. Жертвами трагедии стали 5 человек, в том числе и находившиеся за рулем. Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления ИСК России Паризанской области по факту смертельного ДТП в Скопинском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. В рамках расследования уголовного дела следователям будет установлено, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья. А расследовать есть что. Оказывается, перед смертельной аварией, как сообщает Телеграм-канал 112, злополучный автобус ранее попал в еще одно ДТП. Автобус компании «Транслайн» выехал со станции Соларьева в 21.15. И, по словам пассажиров, его сильно трясло, а задние оси машины прыгали. После двухчасового пути 47-летний водитель, управляющий транспортным средством, заделал по дороге другой автомобиль. Как сообщают пассажиры, никто не пострадал. Но пришлось дожидаться ГАИ. По словам очевидцев, после длительной остановки водитель резко увеличил скорость. Прокуратура области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в МВД Скопинске, по факту аварии, произошедшей 2 января на 270-м километре автодороги Р-22 «Каспий» по части 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Кроме того, в прокуратуре области организована проверка исполнения законодательства безопасности дорожного движения, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования. На сегодняшний день в стационаре областной клинической больницы трое тяжелых. Впрочем, по словам врачей, им сейчас уже лучше. Еще 10 человек находятся на стационарном лечении в Скопинском межрайонном медицинском центре. Расследование продолжается. Герман Гущин, телекомпания «Город» при содействии телеканала Верда ТВ. Сотрудники рязанской полиции ликвидировали действовавший в городе интернет-магазин по продаже наркотиков. В результате проведенной операции изъято около 2,5 килограммов наркотиков шести видов, в том числе кокаин и метадон. За что задержано? Подозрение в распространении наркотиков. Ранее были судимы при ликвидском боевом ответственности? При ликвидском. За что? За опытку сбыта наркотических средств. Каким образом сбывать наркотики на территории Жизнанской области? Беру оптовые партии, раскладываю их на розничные, отдаю раскладчику. Жизнь, как известно, главный драматург. Этого мелкого наркодилера, впрочем, она ничему не научила. Его снова взяли и взяли с поличным. Полицейские при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» задержали двоих жителей Рязани вовсе не случайно. По оперативной информации, они были причастны к бесконтактному распространению наркотиков на территории Рязани. 28-летнего закладчика взяли на улице промышленный. При нем обнаружили 15 свертков с синтетическим наркотиком. Второго взяли позже. В Рязани полицейские заблокировали автомобиль, на котором передвигался 37-летний рязанец. Предварительно установлено, что мужчина являлся организатором и оператором нелегального магазина, рекламировавшего свои услуги в Даркнете. В автомобиле полицейские обнаружили коробку, в которой находилось около 2,5 килограммов наркотиков шести наименований. Изъято 50 граммов кокаина, 550 граммов метадона, 470 граммов так называемых синтетических наркотиков новых видов. 1 килограмм 390 граммов марихуаны, а также электронные весы и упаковочные материалы. Возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса. Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Оба подозреваемых взяты под стражу. И, похоже, на минимальный срок, учитывая рецидив, этим предпринимателям рассчитывать вряд ли приходится. Максим Васильев, телекомпания «Город». Ежегодно артисты драматического театра развлекают рязанцев новогодними историями в период каникул. Утренние спектакли для детей, вечерние для их родителей. В этот раз режиссер Максим Ларин решил отправить зрителей встречать Новый год во Францию. Действие происходит в Тулузе за два дня до Нового года. Зрителей новогоднего спектакля для взрослых в Театре драмы в праздничные дни встречалась семейная пара с истинно парижским шармом. Спектакль так и назывался Новый год по-французски. В этом году это чуть больше, чем просто новогодний спектакль, потому что я бы назвал это классической комедией. Просто все происходит под Новый год. Наш актер очень любит работать на Новый год. И всегда большая часть труппы почти практически вся стремится поучаствовать в новогодней кампании для них это за счастье принести праздник людям, новогодний праздник людям. Это какое-то особенное время не только для людей, которые 10 дней отдыхают, но и для актеров, которые эти 10 дней работают. Потому что немножко другое ощущение от зала, другая атмосфера, другая энергия из зала идет. Все-таки Новый год, праздники, люди отдыхают и вот этот весь накал новогодних страстей он передается актерам. Сами персонажи говорят о схожести людей во всем мире. Проблемы возникают примерно одни и те же. Мечтают и радуются тоже одинаково на всей планете. Место действия Франции, но все люди во всем мире справляют. Новый год по-одинаковому, ждут чудес, подарков, хорошего настроения, и мы вам этого желаем. К молодой семейной паре приезжает пожилой свекор, который якобы обладает огромным состоянием. Но сын может получить наследство только при условии, что разведется со своей молодой женой. И разводиться не хочется, и наследство хочется получить. Как показать отцу, что брак якобы разрушен? И вот тут начинается стремительный круговорот событий. Сюжет не претендует на глубокий смысл и мораль, зато избавляет от любой депрессии. Это, по сути, анекдот, поставленный на театральной сцене. В новогодние праздники на Лыбинском бульваре появились пять ледяных скульптур. В конкурсе на лучшую из них состязались самые опытные скульпторы области и гости праздника. Созидательная часть фестиваля ледяных скульптур завершена, теперь дело за вами. До 13 января в группе Новый год в Рязани в соцсети ВКонтакте будет проводиться голосование на приз зрительских симпатий. Ледовые стамески, электропилы, зубчатые петли и безграничная фантазия. Для создания ледяных шедевров кажется, нужно совсем немного, но именно это зимнее творчество щепетильно к деталям. А если учесть, что времени на создание скульптур было совсем немного, меньше пяти дней, то итоговый результат, конечно, впечатляет. Впрочем, по-другому и быть не могло. Работали абсолютные профи. Мы хотели сделать действительно сказку. Это «Завтрак на поляне» называется. Что есть такое в моей скульптуре? Ну, во-первых, сказка в чем? У меня и колокольчики, а под колокольчиками стоит стол, на котором ананас, за который тянется белка и пытается его взять. А на стульчике ежик наколол на своей иголке лист и тянет его со стола. А на листе стоит кувшин и он падает. Погода для создания скульптур была не совсем новогодняя. Начало января выдалось теплым, но все были в одинаковых условиях. А за крепкость фигур отвечал сибирский лед. Впервые на Рязанской земле мы попробовали каков он тюменский лед. Да, мы лед везли из Тюмени. Получилось. Получилось и благодаря поддержке рязанцев, доказательством тому является целая группа, наверное, снежных необыкновенных фигур. И получилось, конечно, благодаря таланту прославленных рязанских мастеров. Завтрак на поляне три рубля колевала вышел месяц из тумана и а нам все равно. Всей историей плод фантазии скульпторов никакого строго очерченного технического задания никто перед ними не ставил. Наверное, поэтому их творения получились непохожими друг на друга. Ледовые проекты очень скоростные. Это такая специфика. Если бы, скажем, такую традиционную я делал скульптуру, я бы год ее делал с такими же задачами. Я перерисовал эскизов штук, наверное, десять. Это такое состояние вечного процесса 24 на 7. Когда ты ложишься с этой идеей, встаешь, может быть, с новой. То есть постоянно все это перерабатывается. И вот когда уже были дедлайны, я находился вот в этой конкретной концепции. Все пять скульптур теперь в шорт-листе на голосование, включая вот это ледяное изваяние, пожалуй, одного из самых известных людей на почтовой, лесовщика Иосифа Питунина. Лучшую историю выберут сами рязанцы. За каждую из них можно проголосовать в специальной группе ВКонтакте «Новый год в Рязани». Голосование продлится до 13 января. Еще больше новостей на нашем сайте www.3wgorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова